Окей, пока все собираемся, сделаю такое мини-интро. Да, Павел Кравченко, Distributed Lab. Собственно, мы как компания, это R&D-центр по блокчейну. Мы занимаемся этим с 2014 года. Сам я криптограф, кандидат на УП, работал в Stellar в 2014 году. Поносило меня по миру, знаю довольно много народу. Вот Стас, один из тех людей, с кем мы познакомились в 2015 году, и очень интересно, знакомство развивается. Оказалось, что Стас родился в Харькове тоже. Так вот интересно, семейные такие моменты. Целью наших вебинаров является такое образовательное движение, направленное на то, чтобы люди получили стороннюю информацию о том, что происходит на рынке. Это мы делали в виде лекций долгое время, в виде хакатонов, в виде конференций, в виде митапов, всего чего угодно, порядка пяти лет. Но сейчас, так как мы должны быть онлайн, то делаем это уже онлайн. Поэтому делаем вебинары с лучшими, кого мы знаем, и стараемся доносить какую-то полезную информацию под определенным углом. А Стаса, Стаса я, как уже сказал, знаю давно. Стас занимался много бизнесом и технологиями. То есть такой довольно уникальный стык. Обычно люди либо продают, либо делают. Стас и продает, и делает, еще инвестирует. Инвестирует через сам, инвестирует через фонды. Поэтому, если не знать, чем Стас занимается, просто слушать его разговоры по технологию, можно не догадаться. Но потом Стас может прийти с чеком, если ему нравится проект. Вот такие вот дела. Ну и как настоящий инвестор, герфекционист, у меня самого партнер такой Владимир Дубинин, который управлял сначала фондом, а потом понял, что ему не в кого инвестировать, недостаточно команд, и сделал свой проект. Вот, видимо, у Стаса похожая проблема. Начал инвестировать, в том числе в себя. Самые выгодные инвестиции. Ну хорошо, давай, Стас, давай начинать. Борис, расскажите о себе немножко. Конечно, спасибо за хорошее представление. Надо сказать, что я всегда остался в душе технарем. То есть, бизнес, инвестиции, я тоже это люблю, но все-таки я больше всегда люблю слушать про технологию. Поэтому, когда я говорю с фаундерами, я всегда их слушал, во-первых, как кредит-нарь. Мне всегда интересно, что было сделано такого нового. И в этой теме, особенно, в которой мы работаем, есть постоянно что-то новое. То есть, в сфере, значит, я давно понял, что в сфере блокчейн, а точнее еще в сфере DeFi, это реально у тебя нет никогда одного скучного дня. Реально каждый день что-то происходит. У тебя есть либо новая технология, либо какой-то взлом, либо скандал, либо, знаешь, как бы это. Реально как бы не скучно. Каждый день у тебя есть какая-то порция... Знаешь, я с тем, как начал заниматься проектным оболчением, я вообще перестал смотреть телевизор, и у меня нет Нетфликса, ничего. Просто у меня просто хватает вот это все, что идет в телеграм-каналах и свитерах. Мне больше ничего не нужно, понимаешь? Можно слушать Виталика, этого уже достаточно. Все развлечения ко мне приходят оттуда. Ладно, я расскажу немного про себя. Борис немного сказал про себя. Значит, я в теме крипты, как это называется по-русски, это довольно-таки давно. Я зашел в 2011 году. И тогда еще в свое время такое выглядело непонятное. Люди на меня смеялись. Только еще говорили, чем ты занимаешься. Пантиками и пирамидами. Так что я был, так называется, on and off. То есть я запрыгивал-выпрыгивал туда. В основном вначале я был просто... Покупал там биткоины, такие дела. Там не выстекулировал. А уже серьезно начал работать. Это в 2014-м. Я тогда присоединился к Spundulis. Spundulis это было, может, кто-то еще помнит, майнинг-компания, которая довольно-таки хорошо конкурировала как с Bitmain, так и с Bitfury. Делал такие майнеры SP10, SP-RX5. И, по-моему, туда, кстати, меня поскорили с Павлом, потому что я стоял там на стенде, и я их продавал. То есть я там не видел все, что касалось продажи, ритейл. Я там, с одной стороны, помог им вывести это на продажи. В свое время мы сделали отличный результат. Запуск там привел много денег. Я им построил интерфейс, который использовался для майнеров. Взял пару новых вещей, например, обновление майнера через интернет, что до этого не было. То есть я обновлялся через эту карточку. Мы взяли первое полноценное обновление через интернет, что было очень здорово. И помог им продавать. И в 2015 году я разокнулся с Борисом, и это было совершенно случайно, через какой-то проект, что мы строили. И к нам пришла в голову идея построить новый блокчейн. И мы посмотрели, увидели, что на рынке не было блокчейнов, которые были бы и с интересом, что мы можем сделать. И мы построили первый в мире блокчейн на основе JavaScript, который называется Crypt, и после этого он разросся в такие проекты, как LISP и как ARK. Я более уверен, что люди с ними знакомы. И в 2016 мы начали работать над Wings-платформой, мы распознали, что есть большой потенциал в сфере ICO-рынка. Мы подняли начальный и последний раунд от Bitmain, который к тому времени, когда просто спундулись, развалился, так они часть людей купили, часть инвестировали. И мы подняли Wings, это была довольно популярная платформа, которая провела через себя более 50 проектов. которая была довольно известна на западно-восточном европейском пространстве, была довольно известна в Европе. И по сути дела, это были рынки предсказаний на потенциал того или иного проекта. И мы над этой темой работали, пока она была еще живая. Потом все ICO, как мы все знаем, в 2018-м, нет. В 2018-м, точнее, больше 2019-м году мы приложили свою руку к созданию и запуску BIM. BIM — это был, точнее, почему был это рейс протокол приватности, который применил, имплементировал в себе создание Mimble-Wimble. То есть, по сути, сегодня BIM и Grim — это два наиболее известных протокола приватности, которые работают на этой системе. И в 2019-м мы начали работать над Definance, на платформе, которую мы сегодня хотим вам рассказать, и также рассказать, как она решает проблемы. Причем продолжим дальше. Я дам Борису рассказать себя. Хорошо. Борис, тогда твое слово. Всем привет. Меня зовут Борис. Я, собственно, у нас занимаюсь в основном разработкой, технической частью, исследованием и разработкой. Криптовалют я попал примерно в то же время, что и Стас. Меня очень заинтересовал проект NXT. Кто-то может помнить, Next назывался. И это было одно из первых криптовалют на Proof of Stake, ну, альтернативных криптовалют. Ну, и с тех пор мне что-то понравилось, я начал изучать. И вот с тех пор я занимаюсь разработкой, да, блокчейн-проектов, смарт-контрактов и блокчейн-проектов. В принципе, все, что можно сказать. Борис, от меня, Борис очень кратный. Сразу видно, что он продается, да. Да, хорошо. Я добавлю только немного про Бориса. Борис, он один из самых талантливых разработчиков, с которым мне имел честь работать. И я работал много с людьми. Мы с ним работаем уже месяц 2015 года, то есть уже 5 лет, можно сказать. У меня до сих пор не было никогда такого платного партнера в разработке. Я надеюсь, что мы будем еще очень много работать дальше. Мы смогли пройти очень много вместе, мы смогли пройти много хороших вещей, как неприятностей. И мы смогли реально построить костяк людей, которыми мы сейчас работаем, которые мы чувствуем очень хорошо, что мы можем дальше, что называется, продвигать все. перебороть вперед. Поэтому я, когда с этим познакомился, я понял, что я наконец нашел тот человека, который я могу просто-напросто не слушать, чтобы еще и беспокоиться о технологиях. Я могу просто кидать какие-то идеи и образовать их на него, а сам сфокусироваться уже больше на деловом применении продукта и на том, чтобы он был реально требовательным, чтобы его покупал или инвестировал или сам работал. И до сих пор это решение меня никогда не провело. Все это я скажу в продависах. Хорошо. Теперь расскажу немного про это, про то, что мы делаем сейчас. А потом, я может рассказать вам про атаку и про как это работает. Значит, мы подняли платформу Definance, я в свою кратс, это, по сути дела, платформа DeFi, которая позволяет построение так называемых банковских, дезинтализованных банковских торговых продуктов для неразработчиков. По сути дела, мы арендируемся, что мы строим платформу, которая позволит создавать новые продукты и приводить в действие новые идеи тем людям, которые не умеют программировать. И точнее, не то, что они не умеют, потому что не хотят, а просто они настолько хорошо плавают своей темой, им это просто не нужно. Кто эти люди? Это те самые люди, которые именно создают сегодня все новые торговые инструменты. Это могут быть инвестор-бампиры, это могут быть и кванты, это могут быть и аналитики, есть даже такая специальность под названием финансовый инженер, которая мультидисциплинарно покрывает все вот эти вот возможные параллели в этом мире витекали. И мы задумались, что сегодня на рынке есть действительно много предложений и на дифе много предложений по сравнению много инноваций, но проблема в том, что они все в основном заточены на разработчиках. Люди, у которых есть хорошие идеи, хорошие продукты, хорошая информация в мире финансов, которые могут использовать для себя, они часто не разработчики. И мы обнаружили, что это действительно целый пласт таких людей. То есть мы говорим про очень большое количество людей, которые сегодня работают в разных банках, в разных бизнес-организациях, брокеров, создают разные инструменты, но они это делают в рамках своих команд, и они не могут придумать, что-то новое, как бы у них есть ограничение, не могут, скажем, приписывать идеи, ее запустить, потому что она всегда должна работать какими-то мандатами, какими-то регламентами. И мы сказали, что если мы создадим инфраструктуру, которая позволит им запускать свои идеи, делать прототипы и позволит проверять, если эти прототипы у них есть какое-то деловое применение на рынке, а потом, если оно уже будет хорошо, и реально будет у него какой-то спрос, уже давать разработчикам, допиливать их уже в необходимые направления. И вот, в принципе, это то, на чем мы работаем уже последние полтора года, более-менее, и мы недавно запросили софт-лаунч тест-снеп этой системы. И пока мы только делаем, пока еще мы очень все аккуратно прогоняем, потому что мы, во-первых, не ищем на ханте какой-то хайп, мы ищем все реальных разработчиков, которые реально пробуют эту систему и дадут нам фидбэк и покажут, насколько она хороша и как есть там недостатки. Теперь мы, когда строили эту систему, мы сделали несколько интересных архитектурных решений, которые, я думаю, будут интересны также тем, кто ее слушал. И мы, по сути дела, очень много думали, что делать, как, что запускать, строить еще один блокчейн. Мы не хотели, потому что мы считаем, что это вот эпоха эфира, убийцы эфира, она уже давно прошла, то есть никто не будет сейчас в своем взрывном уме подстроить какую-то убийцу эфира и говорить, вот, я сейчас построю новую платформационными контрактами, но заменит эфир. Все понимают, что это уже не так. Эфир стал самая популярная платформа для эфира. Сас, ты не поверишь, что мы сейчас с такой устроим. Ну, клиент пришел. Окей. Тогда беру свои слова обратно. Если так. Хорошо, значит, есть, значит, все-таки строй туда, я желаю тебе, конечно, удачи, будем над этим помочь, как это вот. Но, я берусь в родной теме, когда мы стали делать это, мы сказали, что вместо того, чтобы пытаться сделать еще одну такую платформу, мы лучше мы сделаем так называемую систему второго уровня. А это значит, что эта система не будет пытаться на себя перетягивать одеяла и стен, а вместе с ними работать. И нашей радости к тому моменту как раз наконец запустился космос. Космос, который мы сплавили, нарисовал так называемый подход, чтобы неслил, когда были все остальные, мы не форкайте нас, а потом сложены, руки нас пользователями. Космос сказал с самого начала, мы хотим, чтобы да, нас форкали, чтобы да, строили, потому что мы так называемый интернет-блокчейнер. Мы система, которая соединяет между всеми блокчейнами, и нам не важно, сколько нас будет портать, потому что в конце концов все будут использовать так или иначе нашу эту систему. Нам это понравилось, поэтому мы, по сути дела, построили так называемый блокчейн второго уровня на основе космоса. и мы там сделали конечно несколько наших специфичных изменений, довольно-таки обширных, которые, по нашему мнению, нужны для именно для создания такого типа инструмента, о котором мы говорили. И одно из них, это когда мы стали думать, как позволить создавать инструменты, рассматривать много решений, мы поняли, что стандартный подход к тому времени был, это брать, форкать эфир-машину, он не совсем правильный для нас. Почему? Потому что, во-первых, эфир-машина, она очень общая, то есть она подходит для всего, что возможно. И в этом как ее плюсы, так и недостатки, потому что там очень легко написать код, который просто-напросто выстрелит совсем ногу и придет к потере денег и ресурсов. Поэтому мы стали искать и другие альтернативы, и мы обратили внимание на мув от Mibra. И когда мы стали смотреть как на код, так и на команду, что этот мув делает, мы нашли, что там было очень много специалистов системы блокчейна, реально понимали, что они делают. То есть они, по сути, делали, заняли Mub, используя все шишки, которые набил на себя блокчейн-экосистема, кто набил на себя блокчейн-экосистема, включая уроки с эфира. И Борис, Mub, про это, расскажет, какие там есть вещи, что это позволяет сделать. мы взяли тогда себе, мы, по сути дела, поставили себе челлендж, цель портировать, мигрировать, точнее, Mub машину на космос. Это не было просто совершенно, и космос, и мув, написанные на разных языках совершенно. Но нам это удалось. И, по сути дела, мы сегодня являемся первым проектом, космос проектом, который смог полностью садовериться, полноценно садовериться с Mub машиной. Более того, мы на этой неделе также выпустили некий extension, у нас потом даже писали про первые новости, что мы совершенно не реальности, а органично писали. Мы выпустили extension, который для Viscode, Viscode – это очень популярный environment development, среда разработки, который позволяет писать на Mub внутри Viscode как для нашей платформы для Definance, так и для Libra. Меня там просто изменит параметр. И тем самым по сути дела наше мышление, что мы на данный момент не смотрим на то, что Libra – есть много максималистов, что говорят, вот, мол, Libra – это проблемный проект, он от Facebook, а Facebook – проблемная компания того, что она всю нашу информацию себе забрала, у нас всех шпионит, и Libra будет то же самое. Мы от этого всего абстрагировались. Мы посмотрели чисто на технологию, на Start Libra. И Mub нам очень подошел, потому что реально там решаются интересные проблемы, которые реально есть в мире. И вот сейчас Борис нам немного расскажет, как раз мы придем к чему-то Mub интересной. Он расскажет, например, какие-то особенности, и также, как Mub не позволил бы даже в корне произойти той атаке, что произошло на прошлой неделе с DeForce, когда через рентанси атаку стянули с платформы более 20-х миллионов долларов. А также все, наверное, помнят так известный DeDao, который взломали и который привел к тому, что появился Ethereum Classic, который был, это был, по сути дела, одной из самых критичных моментов эфира. То есть, многие эфиры к тому моменту уже просто отбивали и говорят, что он все, он уже заканчивается и это все разваливается. Так что я вот рассказал немного. Если есть вопрос здорово, если нет, то Борис может перейти к своей частицами. Ну вот у меня есть пара вопросов. Вот, вы портировали один язык поверх, ну, актуальную машину поверх эфира. Поверх космоса, космос, ну, так или иначе. Если бы космос написан, Борис Воронин направил, если я начну, что я уже путаю, то это. Космос написан на Go, наша имплементация, то, что мы использовали, а Move написано на Rust. То есть, когда я его портировали, мы именно сами языки, с которыми были построены эти платформы, мы их смогли соединить. Move язык сам по себе, это другой язык, это не Rust, не Go, это язык, который специфичен для построения фонсовых систем. И у нас действительно очень интересные фишки, которые позволяют делать безопасный код. И, по сути дела, когда мы говорим, то есть, мы, когда мы говорим, что построили эту интеграцию, это значит, что мы смогли построить полностью безопасный интерпроцесс соединения, который позволяет гнать эти обе системы в полностью безопасном режиме без того, чтобы кто-то... я немножко упрощу. Просто в чем тут основной челлендж? Если ты возьмешь космос, то это, в первую очередь, технии CDK, который позволяет тебе, да, писать какие-то свои штуки на чейне, это не смарт-контракты, это ничего такого, это ты вот именно делаешь какой-то дополнительный чейн-модуль. Ну, чейн-модуль и добавляешь его, соответственно, в свой бортчейн на космосе. в бортчейн когда мы, собственно, интегрировали Move, это в первую очередь виртуальная машина Move, которую мы взяли от Libra. Libra — это все-таки свой чейн, у них там все на расти, немножко по-другому, нежели в космосе, и то, что мы сделали, это мы, да, прицепили к космос CDK, прицепили Move via виртуальную машину. Важно заметить, что в космосе единственная дорога расширять его, это, напомню, если я прав, Борис поправит, если я не прав, это строить модули, и тогда приходится либо делать fork, для того, чтобы перевести все хлеба с офффорк, можно добавлять новый функционал. Скажем так, здесь значительное отличие от эфира, потому что в эфире у тебя все это смарт-контракты, то есть ты деплоишь смарт-контракт и затем его используешь. В случае с Move у тебя получается два типа смарт-контрактов. Первый тип это модули, второй тип это скрипты. И когда ты деплоишь модули, ты можешь объявить там ресурс. Ресурс это, наверное, самая важная вещь, которая принесла Libra со своей виртуальной машины. в момент того, что Move достаточно безопасная виртуальная машина, потому что они поддерживают формальную верификацию у них перед исполнением твоего смарт-контракта и его байт-кода проходит первая часть формальной верификации. Также они сейчас добавляют методы математического доказательства того, что твой модуль работает, который тоже можно будет прогонять перед запуском транзакции. самая важная вещь это ресурсы. Я про них подробнее расскажу попозже. Но в целом да. Move поддерживает на данный момент два языка. Как это не странно, существует Envir. Это низкоуровневый язык, который позволяет работать с виртуальной машиной на более низком уровне. И второй это Move, который уже будет предоставляться пользователю в результате. оба языка достаточно простые, похожие на Rust. Ну, скажем так, Rust не простой, но эти языки попроще Rust. И в принципе для разработчика достаточно просто на нем писать, что я могу сказать. Хотя нужно знать неопределенные аспекты. Это Turing Complete язык? Да, это Turing Complete языки. Важно заметить, что одна из целей в конце концов с Move на Libra, которые мы сделали себе портировали, это снять некоторую тюрьму Complete ness, потому что мы работаем довольно присутствуют с этой деталью. Говоря более правильно, мы не собираемся снимать Turing Complete с этих языков. Мы их оставляем, они будут работать, вы можете писать на них свои модули, смарт контракты, да. Но для конечного пользователя мы планируем построить поверх еще один язык, который будет чистым набором команды. Он будет рестрирунен для того, чтобы минимизировать возможные площади для атаки, чтобы люди могли сделать ошибки, когда они пишут баги или проблемы. Стас, тебе иногда плохо слышно, ты, видимо, далеко из микрофона бываешь, что у Бориса какие-то шумы на заднем фоне, а у тебя плохо слышно. Так лучше? Так лучше, да. Так как Борис сказал, мы планируем сделать высокоуровневый язык, который будет очень нацелен на вертикаль финансовых продуктов, тем самым сминимизирует возможные площади для атаки. То есть мы хотим сминимизировать возможности, чтобы люди могли создать какие-то критические ошибки и сами себе построить сломанный код. То есть это нацеление нашего работы. Окей, то есть кировские контракты там, естественно, запускаться не будут? Нет, но у нас есть где-то другое решение интересное. Мы создали пропозу, кстати, сейчас говорим с космосом, так называемый пэк-зона. Про нее, кстати, мы скоро выпустим пост, блокпост мы сейчас делаем. И пэк-зона это интересная штука, которая позволяет двигать value, так называемый, между космос системой и эфиром. То есть по сути дела мы сможем строить код, который будет в себя принимать токены или сам эфир или токены, которые построены на эфире, производить некие действия, потом обратно выдавать его, выпускать его на эфир блокчистик системы. То есть это построено для того, чтобы инструменты, которые будут работать у нас на нашем второуровневом блокчене, могли интегрировать в себя value, скажем, стеблкоины какие-то там UHD, UZT и тому подобное, UCC, или же даже настоящие токены, сертификаты, бонды, не важно что, могли себе произвести операцию, делать settlement и потом раздавать людям. То есть мы именно сфокусировались на том, чтобы сделать высокопроизводительные инструменты на нашей космос-патсистеме, а с эфира брать именно только value, которую мы можем обрабатывать и возвращать с эфира вы берете как бы ликвидность определенную? Да. Это лучше меня писать. Я даже сейчас технологически, да. Окей, можете тогда сейчас сделать вот такую вставку, рассказать про атаку на ZDAO, как вот она затормозила определенное развитие таких проектов и какие пути решения существуют? Я расскажу тогда части больше историческую и больше этого, риск скажет техническую. Значит, ZDAO это было 2016, если не ошибаюсь, 16, да, конец 15-16. ZDAO это был, по сути дела, первый проект, когда по сути дела общество поняло, что оно может построить систему, которая будет подходить не только для вот этих вот виртуальных проектов, которые все думали и строили, а именно, чтобы финансировать реальные проблемы. То есть, по сути дела, собралось сообщество и построило сообща общий Venture Capital Fund, децентризованный, грубо говоря. Тогда еще эфир был не такой дорогой, тогда эфир еще, по-моему, стоял от 7 до 10 долларов, если не ошибаюсь, и поэтому тогда он в свое время собрал, хотя он собрал много эфира, но это было донки склонно как бы в ценах, но все равно это было донки интересных. То есть, собрались люди, которые совершенно не знали друг друга, вложились вместе в умный контракт с тем, чтобы с идеей, чтобы в будущем могли подавать интересные идеи, и эти идеи можно было вместе за них голосовать и их финансировать. Естественно, все вопросы про регуляцию все было заброшено на будущее, никто об этом ничего не думал, никто не думал, что по сути дела строят security токены и все остальное, тогда даже никто этим не интересовался. И я не помню, что это пролег привел, по-моему, привел от 100 до 100 тысяч миллионов долларов, если не ошибаюсь, все время, что было в свое время это была очень красивая сумма. И, к сожалению, буквально через несколько недель проект был взломан при помощи так называемой рентрансиатак. Рентрансиатак это по сути дела подход, при котором в одной тоже транзакции, точнее расскажем, прогоняют запрос на вывод денег и не дают системе обновить баланс и прогоняют запрос еще раз, еще раз, еще раз. У меня есть хороший пример, что мы пропагандовали блоги, я могу привести на русский, то есть, представь себе, что у тебя приходит Зоро в банк и приходит банк и говорит, ты банкиру, так, дай мне все, что мне, пожалуйста, на счету. Банкиру дают, хорошо, вот, бери, выдает ему в руки деньги, говорит, окей, хорошо, и распишитесь, вдруг он видит Азоро, Азоро исчез. Азоро в это время телепортировался в другое отделение банка, приходит тот же банк и говорит, дайте мне, пожалуйста, деньги. Все заходят, баланс еще не обновлен, выдают ему еще деньги. Пытаются закрыть баланс и невозможно, потому что он уже в это время находится в третьем банке. То есть, по сути дела, происходит ситуация, где системы вытаскивают весь запас эфиров или там токенов, как было бы, это так и за форсом. Пока он не кончится, тем, что открывают запрос на вывод, но не дают его закрыть, не дают обновить баланс в системе. Это достигается не разными методами, то есть, в последний атаке как раз использовалась дыра, так называемого IM-токен. IM-токен — это система, которая сделала синтетики, если не ошибаюсь, на биткоин. И кто-то завел такой синтетик внутрь, а потом он с помощью этого синтетика начал дырить, по сути дела, систему и вытаскивать из нее value, который был внутри, всю ликвидность, которая была внутри. Борис, если у тебя есть более точные объяснения и технические, то это будет желательно. Даже у нас, может, я не до конца это хорошо объясняю. Да, если кому нужно техническое объяснение, то я сейчас достаточно просто объясню. Даже покажу свой экран. Это достаточно известная статейка на хакерном, которая объясняет, как, собственно, происходит при интернете. Представляем, что у нас есть какой-то смарт-контракт, на котором хранятся балансы пользователей и также весь эфир. Причем, вообще, вариантов интернете достаточно большое количество, но мы рассмотрим самый простой. Как, например, это произошло с DAO? У нас есть контракт, на котором хранятся эфиры, балансы пользователей и функция, которая позволяет вывести часть баланса, допустим, ну или полностью весь свой баланс, не других пользователей. Эта функция будет переводить, соответственно, эфиры путем небольшой такой конструкции вызова метода calls-value. В value мы предоставляем сколько нам вывести баланс, который хранится у нас в адресах, в списке адресов. И после чего мы обновляем, соответственно, сам наш баланс в ноль. И все кажется как бы хорошо, но если отправителям, ну, то есть владельцам баланса будет другой контракт, и этот контракт будет рекурсивно вызывать ту же самую функцию, когда ему обращаются в fallback, в fallback функцию. Эта функция вызывается, когда на этот контракт приходит денежка, ну, в данном случае эффект. И, собственно, когда этот контракт в первый раз вызовет withdraw equity, вот, то начнется такой цикл, когда наш контракт будет вызывать withdraw equity, withdraw equity будет получать наш баланс, например, в 10 эфиров, отправлять 10 эфиров на наш контракт, но успеть обновить баланс он не сможет, потому что он просто до этого в данный момент не дойдет, потому что наш контракт вызовет эту функцию опять, и в результате чего все будет взаимосвязано, все будет останавливаться примерно на высшеме, вызове message center, call away, вот. Это будет происходить до того момента, пока газ не закончится, или, скажем так, сколько итераций в этом запланируют. И после того, как, соответственно, мы произведем эту атаку, наш баланс обновится в ноль, но учитывая, что он обновится только в конце этого всего вызова, то перед этим мы будем вытаскивать с контракта все возможные эфиры, которые на данный момент там есть. Способов обойти подобную проблему достаточно много. Использовать места call value, transfer, использовать send, и можно просто завести mutex-значение, которое, кто знаком с, скажем так, асинхронным программированием, слышит про mutex, либо же мы можем просто обновлять баланс перед вызовом, поменять строчки местами. Это, наверное, самое простое объяснение технической точки зрения, как проходит линейтранс я добавлю только на него пару, где ваших вещей опустил своем объяснении. Действительно, атака производится зачастую тем, чтобы тяжелый контракт. Этот тяжелый контракт можно передать и аккуратно делаться в функцию, чтобы ее было вызвать. И тем самым это позволяет по сути дела написать какой-то наличный контракт такой, подменять его системе и с помощью этого вытащить весь value. Это как бы эти атаки. И второе, что очень важно, что эти ошибки очень легко допустить, особенно когда люди, которые зарабатывают эту вещь, они быстро как бы под подновлением времени или же не хватает опыта. И это то, что мы видели тогда было с Vidao, Vidao тогда просто они настолько много распиарили дату запуска, что они уже не могли просто подавлением написать и контракт не сделать должен аудита. А вот то, что было 6G force, это было наоборот, у нас было значимое времени, но команда грубо говоря fortuna compound, тоже тема интересная, там у них compound собираются подавать решеты, и fortuna compound они не проаудитировали код, и открыли в этом коде возможность работать с посторонними токенами, чего compound очень аккуратно делать рейтинг, любой токен, то он начинает поддерживать, они это нельзя подключили и подключили ампокен, и подключили вот этот ампокен, они открыли себя от этого атака. Понятно. Ну и как мы выращиваем эту проблему? Борис, давай я начну, достаточно просто объясню, сделать небольшое сперва введение вообще в Movi, и почему эта проблема там была невозможна. Я вот сейчас перед собой показываю небольшой скрипт, который просто пересылает деньги из аккаунта отправителя в тот аккаунт, который он передаст. В Movi два типа смарт-контрактов это либо скрипты, либо модули. Скрипты это пользовательские смарт-контракты, которые выполняются лишь в рамках текущей транзакции. Ну то есть ты отправил транзакцию, он выполнился, после этого ты о нем забыл. То есть они не деплоятся в сеть, модули деплоятся. И что самое важное, что самое важное, если говорить о модулях, о том, что они приносят нам ресурсы. Это, наверное, самая основная особенность контрактов на Movi. Ресурс это новый тип, который существует только в Movi на данный момент, ну из того, что я видел. Который по сути объявляет ресурс определенного модуля. Может хранить в себе какие-то значения, как балансы, как события, как все, что твоя душа пожелает в рамках виртуальной машины, конечно же. Вот. И когда ты объявляешь такой ресурс, ты в своем модуле можешь создать его на своем аккаунте, на чужом аккаунте, в зависимости от того, что твой модуль позволяет. Ну, то есть, как у нас, например, объявленные балансы. Вот. И, соответственно, особенность ресурса в том, что она, что ты не можешь иметь два одинаковых ресурса, ну, точно, не то, что копию или одинаковых, а, скажем так, один ресурс не может существовать в двух местах одновременно. Если ты, вот как мы смотрели на проблему с рентранс, если ты выводишь из своего баланса какие-то коины, то они больше не в твоем балансе. Это будет другая часть ресурса, которая так и останется в том области видимости, в которой на данный момент ты находишься. Если ты посмотришь на условную функцию отправки денег, то что у нас получится, что первым делом мы объявляем коин, ну, ресурс коина, после чего вызываем функцию withdraw from center. И таким образом мы получаем в себя ресурс, который содержит часть твоего баланса, который мы укажем уже, ну, при вызове withdraw from center. После чего с этим ресурсом можно работать. То есть ты его получил к себе, ты можешь его передавать в другие функции, ты можешь его передавать в другие модули, ты можешь его, например, уничтожить. Вот. Соответственно, даже вот в скрипте я пересылаю коины на другой аккаунт с помощью функции deposit. Вот. И при этом я не работаю напрямую с балансом, как, например, в эфире, где у тебя баланс, по сути, какое-то большое число, да, и маппинг этого числа по адресу. Здесь же я работаю именно с ресурсом, и вот именно эта часть позволяет тебе не допустить таких ошибок, она просто невозможна. Потому что, если я начну выводить со своего баланса что-то, то этот ресурс не вернется в функции и в дальнейшем я не смогу с ним подобное сделать, как происходит, например, в рентрансе от арт. У меня его уже не будет на аккаунте. То есть, если я объясню это, возможно, немножко более таким лейминг-языком, в эфире адрес, скажем, посмотрим на атаку, как было на эфир, не на токены, в эфире адрес эфира он, по сути дела, число, к которому можно обратиться и можно с ним работать по какой-то памяти и, по сути дела, тем самым можно провести атаку, чтобы сам просто брать и от него отнимать, отнимать, отнимать и двигать его на другую позицию, если я правильно понимаю. в муве такое невозможно, потому что в муве вообще сам баланс создается как ресурс. Этот ресурс пересылается по модели Atom. То есть, он либо весь пересылается, либо не пересылается. И как только его передвинул, система уже просто-напросто не может взять и каким-то образом обратиться к этому ресурсу еще с этому объекту еще раз и еще с передвинуть. Тем самым, если князь достроена защита от этого, что просто-напросто система сама не дает передвинуть то, чего нет. Чего нет в эфире. Как в эфире, опять-таки, есть это проблема, что если неаккуратно присутствует контракт, то он может обращаться, пока не конец газ, пока не конец баланс, или будет какая-то ошибка, он может обращаться к балансу, с ним что-то делать, выбирать, скажем, переслать монеты и пока это не кончится. Даже если это пройдет сквозь баланс того человека. Аналиста объясняет немного более так же понятно. Окей. А можешь кратко рассказать, Стас, тебе вопрос? Вот как ты видишь развитие вообще DeFi? вот что сейчас сдерживает экосистему от такого развития? Сейчас, понятно, MakerDAO активно развивается, валюты после падения, после атак. Алло, Павел. ты отвалился немного, Павел. Ты можешь повторить? Да, я слышу. Ты немного прерывайся. Я хотел слышать сейчас меня. Немного прерывайся, но я понял вопрос. Ты говоришь, какое наше видение на это вот, на DeFi и какие есть там будут наше мнение развития? Все правильно в фоне, если я про Надю расслышал? Борис, меня слышно? Или это проблема, может быть, на моей стороне? Да, слышно. Это упала проблема со связью. Ладно. Мы пока можем, наверное, на вопрос отвечать, если у людей есть вопросы. Кстати, вот то, что вы видели на экране, Борис, может, покажи еще раз, это вот это именно расширение под DMU, что мы разработали, которое включает себе подсветку кода. Я не знаю, если она подсветает себе автокомпликт, Борис, возможно, это не актуально. А частично включает и автокомпликт, и подсветку ошибок. Просто если вы захотите входить под нас, либо под Libra, у вас вариантов не очень много. А нормальный extension можно показать SQLBMarket? Можешь показать SQLBMarket где-то можно... Это VC-код. Кто, к примеру, знает сейчас самый популярный редактор. Ну, и, соответственно, МОД просто Move.id, сделанным нашим разработчиком. Я прямо установил, у нас тут пять звезд. Вы можете прямо установить это с этого с этого. Хорошо. Я тогда перейду к вопросу, который я надеюсь полностью понял. Значит, как мы видим дальше? Я расскажу сначала общее видение, а потом как мы это видим сами, как в целях нашего платформы. мы считаем, что во-первых, DeFi быть. DeFi всем показал одну очень интересную вещь, которую люди немного упустили со всем этим гайпом 2017-18, со всеми ICO, ICO и всем остальным. Он показал, что реальный adoption может быть у продуктов, которые реально могут применять децентрализованность для решения реальных проблем. Я это объяснил немного запутанно. То есть в отличие от ICO, около 90% от разных ICO в основном продукт был централизованный и токен прикручивался между делом. DeFi показал, что эти все проекты заведомо обречены на успех. Возможно, есть некоторые, не буду обобщать, но возможно, есть такие, где токены да, у меня была какая-то роль, есть какая-то роль, но в основном много проблем проектов было, где токен был такой как бы по боку и как платежный токен. DeFi показал, что когда строится реально децентрализованная система, которая решает ошибки, проблемы, для которых нужна децентрализация, у этого будет спрос, у этого будет adoption. И мы видим, что мейкер DAO запустил этот adoption, став, по сути дела, первой в мире системой, которая стала так называемым stablecoin-em ищуаром, то есть так называемым создателем, депозитарием, монетарным депозитарием, который создает стабильные монеты, которые можно использовать для платежей, без того, что будет центральная какая-то организация за ними. То есть, что было до мейкер DAO? Был тетер, известный всем, который мало того, что статализированный, также есть очень много слухов, что монеты там ничего не обеспечены, ну или не обеспечены полностью. Потом подтянулись разные центральные деньги решения, как и TrueUSD, они все вместе потянулись и стали поднимать тоже альтернативы тетеру, но все равно все и шли вокруг идеи, что есть какой-то центральный игрок, который создает эту монету и ответственен за ее денежное наполнение. мейкер DAO показал, что это не нужно, что можно создать систему, которая будет основываться на так называемых колоктализованных балансах и позициях, колоктализованных позициях, и которая будет иметь реальное обеспечение. И, кстати, как все видели, был сейчас очень серьезный стресс-тест всех систем в марте, когда, точнее, в феврале в март, когда все провалилось сильно вниз, все курсы провалили сильно вниз, и в итоге провалился вниз, было много ликвидаций, и, кроме того, к сожалению, проблемы, что у мейкер DAO была проблема, какая сарак, он позволил дойти оттуда несколько миллионов долларов, что он сейчас там забирался как-то покрыть. Сама система выставила, то есть дай, как был в районе одного доллара, это касался рейдон, он не провалился вниз. И это дало всем очень много уверенности в том, что эти системы могут работать дальше, потому что если система смогла выдержать падение обеспечивающего актива в половину, буквально за такое короткое время, как за полдня, за несколько часов, то и подавно нам возможно выдержать другие вещи. И мы видим, как начали появляться другие системы вокруг этого, начали очень сильно быть активные рынки лендинга, то есть так называемые компаунды, и рынки торговли с плечом децентрализованные, как DX, и рынки синтетических активов, как Synthetik. И что очень интересно есть у всех этих рынков, одно, что они по сути дела действительно не требуют участия компании, которых запустила. Компания может завтра исчезнуть, эти рынки будут продолжать работать. нам кажется, что люди поняли, что когда создается продукт, который решает проблему и обосновывает, зачем тут нужна децентрализация, у этого продукта будет популярность. Мы считаем, потому что немного наивно еще, мы считаем, что мы увидим, как постепенно в централизованных бирж будет идти отток пользователей и отток ликвидности обратно в эти продукты, то есть многие могут сказать, как такое может быть, и это не может быть, оно все давно, с ихним бегомотом не справится, но я всем напомню, что даже финансов как такового не было два года назад, если я считаюсь, он появился буквально только два, а сегодня они объявили, что они наняли уже тысячи людей. То есть в этой сфере все очень быстро меняется, и все очень быстро это, когда в свое время Полонекст и Битрекс были королями, Бористоф помнит лично для примера, а сейчас это биржа второго ранга. Ну, Полонекст сейчас Джастинс пытается восстановить, но пока это еще не так. И мы видим, что все больше и больше ликвидности начинает течь к децентрализованным решениям, и мы полагаем, что у этого несколько причин. Во-первых, люди не доверяют централизованным биржам, децентрализованным решениям. Сегодня, например, очень есть популярные два ленинг-сервиса. Один называется Nexo, второй называется Certius. Nexo, например, сегодня в Твиттере идет скандал, что они ликвидировали кучу народа, не дав им возможность пополнить свои коллатералы. И что сайт просто-напросто не работал, не дал пополнить свои коллатералы и тем самым превратить ликвидацию. Ликвидация, как я только быстро объясняю, что это ликвидация, это когда все системы работают на обеспечении. Обычно люди обеспечивают на 150%. То есть, скажем, если ты хочешь напечатать 100% 100 долларов, ты должен дать обеспечение на 150 долларов. и если цена твоего обеспечения актива падает, скажем, вниз, ты должен дополнить, а иначе, когда она пробьет или приблизится к 100 сотке, тебя ликвидируют, этот актив продадут для того, чтобы обеспечить заемщика. И вот сейчас, например, есть скандал, что централизованные системы это не выдержали, они провалились вниз, и многие люди и их потеряли очень много денег. BitMEX, Nex, и тому подобное. На дезинфляционных системах такого невозможно, потому что нет какого-то сайта, который может застрять и не работать. У тебя может быть несколько миров, у тебя могут быть контракты, там может быть клиент какой-то, может с клиентом работать. И это как бы причина одна. Вторая причина это то, что многим очень не нравится все возрастающие тело-си-эмэл, которые происходят на платформах, и многим не нравится, что им требуют объяснить каждый доллар, что они заводят на эти платформы, поэтому централизованная система у них есть и возможности принять на себя только таких пользователей. И это могут быть также пользователи страны, у которых совершенно чистые деньги, но они из тех стран, которых в данный момент не любит Америка. Это уже вполне причина, чтобы их заблокировать централизованным сервисом. Третья причина это люди, кто хочет сохранить анонимность. Людям нравится, что об этом, об всех этих финансовых действиях знают клика-централизованные системы, которые делают датамайнинг и потом с помощью этого могут либо использовать это для рекламы, либо в худших случаях сливать эту информацию каким-то негативным элементам, которые потом могут прийти к этим людям с позавным паяльником в руках, а в такие случаи известны. И поэтому они хотят как бы альтернативу. Ну и в конце концов многие централизованные решения из-за того, что они банально находятся в сфере блокчейна и на них нет регулятора, могут делать разные эксперименты, которые очень сложно сделать централизованными, потому что для него нужно будет получить регуляцию, лицензию, все остальное, что берет очень много времени и затормаживает прогресс и процесс. А централизованное решение это не нужно, просто кто-то взял, придумал идею, запустил ее, людям она понравилась, они стали в нее вливать деньги, ликвидность, стали с ней играться, торговать, спекулировать и по сути дела делать деньги, зарабатывать деньги без того, что нужно ждать разрешения у регулятора. То есть это реально работает по старой доброй системе, есть как же упражнение на английском, это лучше просить о прощении, чем умолять об разрешении. То есть запустить, дать ему этому работать, привести тракшн первых пользователей, а потом уже это дело регулировать. Я, кстати, напомню, что так был поднят YouTube, так был поднят Facebook, так было поднято еще очень много разных сервисов, что мы не знаем и тем не можем представить свою жизнь без них, в которых сначала был запущен сервис, были появлены пользователи, люди увидели, что хорошо, а потом уже регуляция, когда она подошла. Airbnb, например, Uber, список можно продолжать и вечером. Поэтому вот эти четыре фактора, мы полагаем, они являются ближайшим звеном для DeFi, который будет только позволять раскручивать и реально я вижу, я смотрю просто каждый день новости и вижу, каждый день что-то новое выходит. Выходит от страховки до торговли с плечом, до фьючеров, до опций, до хеджинга, то есть все те вещи, которые были доступны до сих пор в разных больших системах, все доступны обычным людям. Поэтому это вносит очень много активизма. Это тоже касается общего обзора. Что касается нас, мы считаем, что одной из ключевых проблем адопшена и быстроразвития этой платформы, что сегодня все платформы заточены очень сильно на разработчиков и требуют очень много опыта. Открылся у Бориса, например, таких как Бориса не так много, к сожалению, которые смогли бы так хорошо разбираться в технологиях, и поэтому происходят вот такие дырки, как у Слифовса. И мы стараемся эту проблему решить, мы стараемся сделать некий платформу, которая позволит и обычным людям, у которых есть интересные идеи, эти идеи проводят, запускать и смотреть, если у них есть потенциал, и по сути дела с ними играться, и видите, им стоит, имеет смысл начинать вкладывать это деньги и время и строится это настоящий бизнес. Ну, считаю, что... У меня вопрос такой, который многих интересует, это, собственно, вот как же традиционный фиатный мир, или даже более того, мир колоритализированных как-то, будет вот перенесен и будет ли перенесен в децентрализованную структуру. То есть, когда мы говорим про синтетические активы, виртуальные, тут, ну, более-менее все понятно. Но если мы хотим торговать, ну, настоящим долларом, который лежит в конкретном банке, или там, помидорами, которые лежат на каком-то складе, да, конкретном, или золотом, который лежит на конкретном складе, вот, как эти активы попадут в ту среду, через какой gateway и как это будет обеспечиваться, ну, аудит их наличия. Ну, во-первых, я ополадаю, что часть из этой проблемы вы работаете, если не ошибаюсь. Ну, да, но вот как ты видишь, мы по факту предоставляем открытый API к таким вот системам учета. Мы как сами, ну, технология не может гарантировать наличие там помидоров на складе или то, что они не знают. Но она может позволить сделать учетную систему, чтобы не было дабл спендинга, чтобы было понятно, что если там миллион тонн помидоров заехало на этот склад, то на руках у людей не может быть два миллиона тонн. А сегодня и новый инвестор, который покупает, они знают и помидоры, ну, то же самое, замените на слово, акции, да, то он знает, что он купил 10% от существующего объема, а не какие-то новые 10%, которые напечатали специально для него. Вот это можно решить. Я плаваю. Ну, смотри, я думаю, что мы увидим новый класс сервисов, мы уже такие видим, которые будут себя совмещать как технологию, так и легальное поле. У тебя будут появляться нотариусы, у тебя будут подавляться адвокаты, у тебя будут появляться так называемые тростисы. Мы это, кстати, уже видим в сфере так называемого реал-эстейта. Реал-эстейт нам неизвестно несколько проектов, которые сейчас я организирую и для того, чтобы обеспечить соединение блокчейна и реального мира, реального как бы реального как бы реестра, который регистрирует кому-то надлежат квартиры, кому-то надлежат метры в квартирах. Они уже, по сути дела, используют так называемых тростис, которые включают в себя как знание как работать с блокчейном, так и знание как работать с литальным системой. То есть мы думаем, что создастся рынок так называемых представителей этих сервисов, которые с одной стороны будут представаться государством, государственными структурами, и так далее как представители этих вот блокчейн, активов, блокчейн сущностей в оплайн-мире. С другой стороны, они будут достаточно подкованы, чтобы разбираться в блокчейнах. И они будут иметь доверие от двух сторон. Это будет такой промежуточный этап, пока постепенно-постепенно мы не придем в ситуации, где уже значение в блокчейне будет равно значению в реальном мире. Вот ты говоришь о помидорах, а как сегодня, например, у меня есть сертификат на помидоры, и ты не гарантируешь, что действительно на складе миллион помидоров, а не 500. И вообще там вообще ничего нет. То есть мне для этого нужен некий аудитор, который придет туда, посмотрит, рассмотрит. Кстати, известна очень проблема в Китае, когда туда покупаешь вещи и ты сам знаешь, тебе продают черти шо. Я просто знаю, что на блокчейне занимался импортной технологией с Китаем, там камеры, видеокамеры, тому подобное. Так что знаю, какие там проблемы могут быть. Тебе для этого нужны люди, которые, по сути дела, являются собой мосты между дигитальным миром и офлайн-миром. Это не мы придумали, это не блокчейн. Гейтвей, как тоже стеллар, стеллар. Да, да. То есть, ты дал пример банка, я тебе могу сказать, что мы находимся в контакте с несколькими банками, которые понимают эти вещи, они понимают, что мир идет туда, и они готовы быть простись, они готовы поставить свою репутацию и свое имя, чтобы они говорят, что на каком-то счету есть какое-то энное количество денег или какое-то энное количество бондов и тому подобное, они гарантируют свою репутацию, что это действительно там. То есть, ты, купив некий токен на блокчейне, ты сможешь туда прийти, в этот банк, ну, я грубо говорю, в процессе будет как бы это все обсуждаться, но грубо сможешь переслать это банкиру, банкир тебе место вытащит из своего сейфа или пошлет тебя по платформой почте, в руки даст тебе сертификат и пришлет тебе эту сумму на точку. Тут понятно, тут понятно, но смотри, тогда возникает второй вопрос. Получается, на уровне 1 у нас есть гарантированные сертификаты вот эти, ну, коллатора вот какой-то. Потом на уровне 2 возникает инфраструктура, децентрализованная, permissionless, в которой эти сертификаты торгуются на смарт-контрактах, то есть, там уже как бы оно permissionless. но не получится ли ситуации, при которой регулятор придет в банк и скажет, смотрите, вы разрешаете ваши сертификаты положить на некоторую платформу, которой уже они торгуются и в данный момент они принадлежат там кому угодно. Да, я тебе скажу. Мы полагаем, что тут будет два направления. Первое направление будет анрегулятор. Анрегулятор это значит, что настоящими синтетиками не будут, но будут торговать синтетиками, будут создаваться синтетики, 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 активы, которые по сути дела будут доступны всему миру, включая тем людям всех стран, которые не нравятся регулятору, а регуляторы, в данном случае, это Америка и там, сам Северопийский Союз. Это основной то есть главный регулятор регуляции в мире. И люди смогут спекулировать на эти синтетики сколько будет их не год на душе. Люди смогут покупать синтетические акции Тесла, смогут покупать люди с Ирана, например, покупать золото, делать с этим, торговать этим и продавать, причем зная, что у них не будет настоящий актив, когда они его лезут. Они знают, что они будут спекулировать им и на это есть полно рынок. То есть, например, мы видим, насколько сильно сейчас соскопились фьючеры на биткоины. Это фьючеры не поставочные. То есть, беспоставочные, да, то есть, они не смогут никогда их получить, потому что, ну... Вот, вот, это очень, сейчас, это самая полная тема должна быть сейчас недавно. Очень известный фонд Медальон, может, ты, наверное, про них слышал это от акции. Это очень известный, один из первых алго-трейдеров в мире. Он, который, если не ошибаюсь, 75 миллиардов долларов. На эту тему очень классная книга «Человек, который сломал рынки». И сейчас собрался тоже идти в беспоставочные фьючеры на биткоин. То есть, это тема, и это, кстати, на чем он сейчас очень популярен, битмэкс, на чем популярен FTX и тому подобное. Да, люди знают, что они не смогут реализовать эти активы для настоящей биткоины, но это не мешает. Они спекулируют, они продают и покупают. То есть, CFD, по факту. CFD, да. Кстати, тот же и Торо, как ты, наверное, знаешь, очень иная сам платформа, та же CFD. То есть, это показывает, что спекулянтам это не мешает. Спекулянты будут торговать этим. И, честно, между нами говорят, большинство людей, кого я знаю, кто торгует сегодня с акциями, скажем, через тот же Interactive Brokers, думаешь, они когда-то в руках держали эти акции, они просто покупают через интерфейс и продают. Мне интересно. А мне интересно держать это. Ты понял? Да, да. Это как бы будет одно направление. Мы, кстати, видим несколько очень интересных проектов, что над этим работают. Например, тот же Synthetix, мы их знаем очень хорошо, ребят, построили одну из самых первых децентрализованных систем, которые позволяют листить и создавать синтетические активы, там есть реальные объемы. И видно, что это в самом начале, но туда народ идет. То есть, реально сейчас строят альтернативу BitMEX, но децентрализировано альтернативу BitMEX, и нас это очень радует. И другая сторона будет действительно вот эти регулируемые активы. Там уже действительно платформы понадобятся полностью регулируемые. Со SKL-C, EML, они будут наподобие тех же security токенов, то есть просто так кто-то их не сможет купить, он должен будет противорификацией, он должен будет доказать, что он является qualified инвестором, для примера, для того, чтобы иметь их право купить. И когда он их купит, он даст, сможет платить себе в банк, и банк ему их выдаст, потому что заранее это будет уже все чисто и все правильно. То есть будут две такие как бы экосистемы, которые возможно будут где-то переплетаться, возможно нет, но они будут существовать параллельно. То есть я не думаю, что одна как бы экосистема отменяет вторую. То есть по факту проблему, которую решает DeFi, это дать людям, ну трейдерам, инструменты, в которых им меньше придется заботиться о compliance. Да. Да-да-да, именно так. И именно это создает очень много разных рынков для интересных идей. Я тебе даже расскажу про одну идею, что мы сейчас работаем, и Борис, я тоже могу сказать. Мы, например, сейчас строим как один из юзкейсов в DeFi, рынок сникерсов. Не знаю, если я слышал по эту тему, но оказалось, что рынок сникерсов это очень популярно. Не батончиков, как эти многие путают, а ботинок, кроссовок. То есть, например, сникерсы от Adidas, от Yezia, от подобного. На них есть сумасшедший перекупочный рынок. Люди покупают ботинки там с помощью ботов, прям напоминает времена ICO, когда все ломились и перегружают сайты, и дрохают сайты Nike и тому подобного, видосит, чтобы конкурентам нельзя было зайти. Реально то же самое, что было время сумасшедшей ICO. И покупают эти ботинки, а потом припредают их с наценкой, которая доходит до 1000%, то есть, подают их в 10 раз дороже эти ботинки. Это сумасшедшие рынки. И мы, например, строим инструмент, который позволит то же самое делать, но беспоставочно. То есть, создавать беспоставочные фьючеры на эти ботинки, на сикеры, для того, этим занимаются, дать им возможность спекулировать на цену вот этих вот ботинок, без того, что вы реально уже будет ломать голову с поставкой. Нужно будет покупать, прирастить, отсылать кому-то другому именно спекулировать. И это что-то, хороший пример, совершенно нерегулируемое. Вообще, и сам Ситисен это нерегулируемое, но это тоже нерегулируемое. Никто не может прийти, это запретить, никто не может сказать мне почему. Я не могу только импоминовать на настоящие кроссовки. Люди просто будут реально продавать и выкупать их для того, чтобы заработать на этом денег. И это никуда не уйдет. Это натура человека спекулировать, она есть всегда. То есть, никуда не убежать. Понятно. Хорошо. Я думаю, будем потихонечку закругляться. У нас так незаметно прошел час. Было очень приятно. Реш, когда интересно время летит. Да, да, да. Может быть, есть еще пару вопросов от аудитории. Так. Ну, мне стало понятнее, чем вы занимаетесь. Интересны, конечно, инфраструктурные вопросы. То есть, ну, тут помимо выбора языка есть еще вопрос, какие API использовать, как их выдавать, как гарантировать эти ноды, через кого они будут работать. Потому что, допустим, тот же эфир, я использую InFure, сделать свою эфирную ноду, но это очень дорого и неудобно. То есть, есть масса попутных вопросов, которые возникают в постоянной инфраструктуре. Ну, скажем, каждый, ну, мы столкнемся с ними, так или иначе, и потом, как-нибудь, поделимся опытом. Конечно. Ну, поэтому мы сейчас от тест-найки, потому что мы это все же прорабатываем. Наша цель была как можно быстрее выкатить на рынок связку космос и Move, что нам удалось, и мы запустили. И мы также сейчас работаем с разными партнерсами, потому что там полно проблем решить. Оракуа, например, это непочатый край, как ты знаешь, наверное, и большинство атак, и хайп расход на Оракулах. Мы работаем сейчас с тремя проектами Оракула, чтобы их с интернерой давайте сделать. То есть, мы реально, знаешь, вот что мне очень нравится сейчас в эту пору, что сейчас вот, особенно с пандемией, все притихло. Сейчас самое время строить именно новые продукты, потому что сейчас все эти, знаешь, все эти хайповые спекулянты, вся эта волна смылась, туда прибежали-побежали продавать маски и перчатки, знаешь. И это оставляет место для нас фокусироваться и строить настоящие продукты без шума и без всего. Я полагаю, они когда-нибудь вернутся, когда был следующий бугран. Но сейчас это время строить продукты. Поэтому, знаешь, над нами и над вами нет никакого ICO таймера, нет никаких недобоих спекулянтов, которого опять где токен, почему он не поднимается в цене, можно спокойно и тихо строить продукты. Нет, это как Марк Андрисен написал в своем блоге Time to Build. Именно так. Мы в этом верим полностью. Хорошо. На этой тогда хорошей ноте будем закругляться. Спасибо, Стас. Спасибо, Борис. Да, за то, что уделили время. Запись будет на YouTube, так что будет много кому поможет. Спасибо. Всех будем рады видеть в дальнейших выпусках. Спасибо, спасибо. Всем спасибо. Пока.